Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников с описанием из книги «Великий музей мир». Сандро Боттичелли. Идеализированный портрет Симонетто и Веспуччи. 1480 год. Дерево. Смешанная техника. 82 на 54. Картина относится к зрелому периоду творчества Боттичелли, когда он уже окончательно ушел из-под влияния своего учителя Филиппа Липпи и выработал собственный художественный язык. Перед зрителем не портрет, в строгом смысле слова, а некий собирательный, идеализированный портрет прекрасной нимфы, имеющей определенное сходство с Симонетто и Веспуччи. После того, как Джорджия Веспуччи привез супругу во Флоренцию, она довольно быстро стала «флорентийской Венерой», кавычкой, богиней любви и весны. Черты Симонетты можно узнать во многих произведениях Боттичелли, написанных уже после ее смерти, в 1476 году, в возрасте 23 лет. Поэты посвящали ей стихи, в ее честь устраивались турниры и роскошные празднества. Флорентийская красавица, которой восхищался весь город, была возлюбленная Джулианом Медичи, павшего жертвой заговора в 1482 году. На шее девушки – античная гемба, происходящая из коллекции названного семейства. Предположительно, данный портрет был парный к портрету Джулиана и предназначался для украшения одного из городских палацов. Флорентийский поэт Полициана воспел красоту и грацию Симонетто. Она бела и в белое одета, убор на ней цветами и травой, расписан в кудре золотого цвета, чело венчает рукой волной, улыбка леса – добрая примета. Никто, ничто ей не грозит бедой, в ней кроткость величавая царицы, но гром затихнет, скинь она ресницы. Ну, такое описание к работе Сандра Бутичелли «Идеализированный портрет» или «Портрет Симонеты Веспуччи». Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова